Акула Акула на самом деле может учуять кровь за несколько километров. Акулы действительно обладают развитым обонянием, но их возможность сильно преувеличена. То, что они могут учуять каплю крови за несколько километров, опровергают законы физики. Запах в воде распространяется намного медленнее, чем в воздухе. Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале Вселенная Beautiful World. Акулы действительно могут обнаруживать небольшие концентрации, но запах достигает морского хищника через течение, а для этого требуется время. Поэтому если вы вдруг поранитесь, можете успеть добраться до берега. Но даже если до него далеко, я про берег, совершенно не обязательно, что сюжет фильма ужасов станет реальностью. В мире насчитывается более 300 видов акул, и не все из них опасны. Если говорить о России, то в японском и черном морях обитает катран. Небольшая акула длиной до полутора метров. Питается она в основном рыбой и мелкими морскими животными. Для человека относительную опасность представляют лишь шипы у основания ее спинных плавников. Если их задеть, рано будет нарывать. На людей катран не нападает. Сельдевая или лососевая акула крупнее, около 2,5 метров. Оказавшись рядом с пловцом, она вполне способна его напугать. Но ее зубы предназначены для питания мелкой рыбой. Чаще всего это сельдь, сардины и прочие сельдевые рыбы и моллюски. И причинить серьезный вред человеку она не может. Хотя в водах Японского моря этот вид встречается часто. Людей, как правило, атакуют крупные хищники, а их среди акул немного. В водах России самая известная это большая белая акула. Знакома нам по фильму «Челюсти» и акула Мако. Размер белой акулы может достигать от 4 до 6 метров. Мака около 3,5 метров. Оба вида питаются крупной рыбой – тюленями и мелкими китообразными. Встречаются в Японском море очень редко. Всю неделю на слуху Приморский край. У берегов Японского моря ловят акулу-людоеда. Накануне стало известно о третьем пострадавшем. 26-летний житель поселка Славянка получил ранения предплечья и тело. Первое нападение акулы было зафиксировано 17 августа. Тогда купальщик получил множественные тяжелые ранения бедра, лишился кистей обеих рук. На следующий день новая атака хищника, она уже много севернее. Тяжелые ранения ног получил 16-летний подросток. В Приморье введен запрет на купание, который, впрочем, соблюдают единицы. А охоту на хищников, ученые утверждают, что атакуют разные виды акул, ведут все, кому не лень. В 2011 году в Приморском крае было зарегистрировано сразу три нападения крупных акул, и они исключение из правил. Дело в том, что человеческие кости акуле тяжело перекусывать. Кости морских млекопитающих, как правило, пористые и непрочные. И когда говорят, что пострадавший остался без руки или ноги, это означает, что хищник не откусил, а оторвал конечность. По этой причине акулы обычно не охотятся на людей, мы для них просто невкусные. Теоретически, кровь жертвы может привести хищника в экстаз, но научных доказательств тому нет, только свидетельства очевидцев. А когда человек напуган, его наблюдением вряд ли стоит доверять на все 100%. Мне рассказывали историю, когда акула окружила вокруг раненого, но так и не напала на него. Если вы встретили хищника, находясь на надувной лодке, бояться тем более нечего, она вас не учует. Известны случаи, когда акул отпугивали громкими возгласами, но кричать надо под воду, так как на поверхности акула не услышит. И уж точно не стоит дразнить ее и пытаться ухватить за плавник, это может не понравиться даже мелкой особи. На этом все, оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, впереди много интересного. До новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова